Девушки отдыхают В ролях Элиса Эскамес, Милдрид Кирос, Пабло Мартин и другие. Девушки отдыхают Продюсер Виктор Фернандес Режиссер Хосе Алкалде Дядя Я должен поверить, что твой вырослый результат несварения. Из-за тебя моя дочь живет как в аду. Ей приходится скрывать беременность. Она не может радоваться, испытывать гордость, как любая другая женщина. Ты меня обманула. Ты сказала, что сделаешь аборт. Дядя, я... Ты не имеешь права распоряжаться жизнью моей дочери, тем более и моего внука. Я тебя спрашиваю. Отвечай, обарбанка! Я не смогла, дядя. Я не смогла избавиться от ребенка. И ты думаешь, я поверю твоему страдальческому голосу? Тебя никогда не интересовал этот ребенок. Ты не избавилась от него только потому, что думала, что он тебе еще пригодится. Это неправда. Моя дочь не такое чудовище, каким ты хочешь ее выставить. Не вмешивайся, я разговариваю с демонтой. Нет. Нет, я не позволю тебе ее тронуть. Отойди, Ихаде. Мой! Можешь меня убить, но я не позволю обижать мою дочь. Убирайся! Нет! Ты должен позаботиться о своем ребенке, Хисус, иначе его убьет Пио. Не знаю, Лавизна, не знаю. Я так растерян сейчас. Послушай. Я никогда не верил в беременность Диаманта. Ради Бога. Не надо ничего отрицать. Не делай этого. Любимая, дело не в том, что я отрицаю. Дело в том, что... Я его почувствовала, Хисус. Я дотронулась рукой до живота Диаманта и почувствовала. Он жив. Лавизна. И он твой, Хисус. Потому что у Диаманта никогда ничего не было с Ореноком. Она действовала по приказу Пио. Он хотел разлучить меня с твоим братом, чтобы я вышла за тебя замуж. Нет. Да. В день нашей помолвки она воспользовалась тем, что Ореноко был навеселее и подсыпала ему снотворное. Она его усыпила, Хисус. А потом увидела всех, что Ореноко отец ее ребенка. Она не могла сказать, что он твой. Иначе Пио убил бы ее и этого бедного ребенка, которого она ждет. Это твоя кровь, Хисус. Он не хотел. Он всегда был против нашего брака. Он мог бы заставить ее сделать не только это, но и многое другое. Так же, как он заставляет нас... У него ничего не выйдет, Хисус. Надо смотреть правде в глаза. Лавизна, пожалуйста, выслушай меня. За этим я и пришел. Мы должны поговорить. Нет, Хисус, выслушай меня. Я не могу быть вместе с человеком, которому безразлична судьба его ребенка. Так что... Лавизна, я ни от чего не отказываюсь. Но я не хочу... Хисус, речь не о том, любишь ты диаманты или нет. Речь идет о твоем отцовском долге. Ты должен быть рядом с твоим ребенком. Способствовать его рождению. Ты должен быть вместе с диаманты. Пожалуйста, проходи. Не стой в дверях. Мне больно, что ты так расстраиваешься. Я больше не могу, Ребекка. Мне плохо. Это понятно. Кто мог предположить, что Сальвахи способны на такую грязь? Это ужасно. Я люблю ее. Я люблю Сальвахи. Я отдал ей всю свою душу. Я знаю, Хосе Мигель. Знаю, как ты внимателен к женщинам. Каждый день я вспоминаю то, что мы пережили вдвоем. Ребекка. Твои ласки. Твои поцелуи. Мы были так счастливы. Мы были детьми. Мы вместе путешествовали. Делились своими секретами. Я до сих пор помню день, когда ты сделал меня женщиной. Ты поклялся мне в вечной любви. Мы собирались пожениться, Хосе Мигель. Но тут появилась эта шлюха Сальвахи и разрушила наше счастье. Не смей называть ее шлюхой. Это ты сломала нам жизнь. Ты и эти проклятые фотографии. Оринок, мне необходимо знать, кто покушался на твою жизнь. Не сейчас, мама. У нас нет времени. Корони все знает, он тебе объяснит. Где же ты был все это время? Мы считали тебя погибшим. Ты видишь эту женщину, мама? Она спасла меня. Она вернула мне жизнь. Я очень долго болел. Был на грани жизни и смерти. Больше месяца. Я не понимал, где я. Я ничего не знал о своих близких. О том, как переживают любящие меня люди. Не надо, я не хочу об этом вспоминать. Мама, давай поговорим. Сынок, Лавизна должна узнать, что ты жив. Вы скажете ей правду, синьора? Она очень переживала. А сейчас у нее появилось предчувствие. Она попросила меня поехать с ней на кладбище и договориться об эксгумации тела, который покоится в твоей могиле. Ты не должна этого позволять. Я хочу, чтобы никто не знал, что я жив. Она должна узнать, что ты жив. Она имеет право. Ты должен встретиться с ней. Мне не надо было выходить за Хисуса. Представляешь, Конкордия? С одной стороны, Диаманда, которая говорит, что ждет от него ребенка, а с другой стороны... Я полна сомнений. Мне кажется, что Оренока жив. Лавизна, плохо, что ты питаешь эти иллюзии. Ты не должна прислушиваться к словам Луиса. Когда он пришел в Сапару, он был совершенно пьян. Но дело не только в словах Луиса. Я сама так чувствую, подружка. Никаких «но», Конкордии. Я могу ждать сколько угодно. Только хочу, чтобы эту могилу открыли. Мне необходимо знать правду. Благословите, крестная. Здравствуй, дочка. Храни тебя Господь. Как ты, мама? Храни тебя Господь, дочка. Хисус приходил? Да. Он говорил с тобой? Да, мама. И что теперь? Все кончено. Между нами все кончено. Этот ребенок не должен родиться. Я тебя предупреждал. Поздно. Он родится. Он имеет на это право. Так распорядилась жизнь. Она сильнее тебя. Поставь свои проповеди. Отойди в сторону. Нет, мама. Не уходи. Ты хотела воспользоваться ребенком, чтобы разлучить лавизну с Иисусом? Отвечай. Отпусти, Диаманты. Кто еще знает? Кто, кроме твоей бездельницы матери? Никто, дядя. Никто. Тогда почему ты выходишь из дома с таким животом? Кому ты идешь? Никому. Просто я больше не могу так. Мне надоело прятать живот под корсетом. Я так разнервничалась. Я не подумала, что ты можешь меня... А когда? Когда ты думала? Когда? Никогда. Если бы у тебя была хоть чуточка мозгов, ты бы меня послушалась. И тогда бы у тебя не было ни живота, ни этого дурацкого корсета. Дядя, если хочешь, я пойду к себе и надену корсет. Да. Иди к себе. И не выходи из комнаты, пока я не разрешу. Хорошо. Ты не обязана жить в этом доме, как в тюрьме. Твоя беременность – это не преступление. Замолчи, мама. Я уйду в комнату и не выйду оттуда, пока ты мне не позволишь. Пожалуйста. Закрой рот, Хаде. Закрой рот и убирайся, потому что я за себя не отвечаю. Уйди от меня. Иисус тебя любит, дочка. Не осуждай его. Я знаю, что тебе плохо. Но пойми, ему сейчас тоже не по себе. Он столько должен был тебе сказать. Тебе следовало его выслушать. Сальвахи? Дочка. Крёстная. Что с тобой, дочка? Почему ты плачешь? Что случилось? Крёстная. Моя жизнь больше не имеет смысла. Я хочу умереть. Господи, дочка. Не оскорбляй меня, Хосе Мигель. Это ты, Бестыжая. Ты. Я Бестыжая? Или ты не видел этого календаря и снимков? Ты должен благодарить меня за то, что я сделала. В день моей свадьбы. А что бы ты чувствовал, если бы после свадьбы узнал, что фотографиями твоей жены обклеены гаражи, словно она какая-то шлюха? Хотя бы раз в жизни. Уважай Сальвахи. Хосе Мигель. Никаких Хосе Мигель. Ты совершила подлость. Прикидывалась подругой Сальвахи, а на самом деле манипулировала ею, чтобы разрушить наше счастье. Ты пьян, Хосе Мигель. Ты не понимаешь, что говоришь. Я отлично понимаю, Ребекка. Я ошибся, поверив в тебя. Я сам виноват, что не заслужил доверие Сальвахи. И она не рассказала мне о своем прошлом. Пусть я пьян. Заливаю свою горе вино. Но твоим интригам пришел конец. Хосе Мигель, тебе плохо. Давай сделаем так. Успокойся, прими ванну, а я забуду все твои оскорбления. А когда ты вернешься, мы соберем чемоданы и уедем отсюда вместе. Далеко-далеко. Начнем новую жизнь. Да, Хосе Мигель, хорошо? Я с тобой никуда не поеду. Я видеть тебя больше не желаю. Ясно? Убирайся! Нет. Ты говоришь так, потому что обижена за Сальвахи. Но я люблю тебя, Хосе Мигель. Я никогда не переставала тебя любить. Я правильно сделал, что расстался с тобой. Ты самое худшее, что было в моей жизни. Хосе Мигель! Мне жаль тебя. Ты в подметки негодишься. Сальвахи. Нет, не бросай меня, Хосе Мигель. Не уходи. Нет. Нет. Я не хочу, чтобы Лавизна знала, что я жив. Так будет лучше и для нее, и для меня. Сынок, как ты можешь так думать? Как ты можешь требовать, чтобы я ее обманывала? Она хочет вскрыть могилу. Все думают ту, в которой ты покоишься. Но ты ей не позволишь, мама. Ты скажешь, что не хочешь снова пережить это горе. Не знаю, придумай что-нибудь. Теперь у Оренока другая жизнь. Сынок, я не понимаю. Лавизна ждет. Я не вернусь, мама. Подумай о моем брате. Ему недолго осталось жить. Маловизна его надежды. Его единственное счастье. Мне очень трудно тебе это говорить. Я знаю, я сама просила тебя пожертвовать собой ради брата. Но мы с тобой знаем, вы и любите друг друга. Сейчас ты снова уступаешь ему. Его положение ужасное. Но... Коронинца умрет. Это несправедливо. Если ты останешься один, ты тоже имеешь право на счастье. Оренока не один, сеньора. Оренока со мной. Он никогда не будет нуждаться в любви и заботе. Это правда, мама. Я не один. Вы вместе? Да. Так и должно быть, мама. Каждый из нас нашел свою судьбу. Лавизна устроила свою жизнь рядом с моим братом. Оренока, скажи мне правду. Ты больше не любишь Лавизну? Той огромной любви, которую ты к ней испытывал? Больше нет? Ради всего святого, Хисус. Ты должен ей помочь, а она закрыта в своей комнате. В чем дело? Диаманты беременны. Да. И рассказывает всем вокруг, что ребенок, которого она ждет от меня. Конечно, он твой. Почему ты сомневаешься? Я сомневаюсь во всем, что связано с вашей дочерью, сеньора Хадо, потому что она насквозь лжива. Это какое-то злобное существо, лишенное чувств и морали. Не говори так о моей дочери. Вы любили друг друга. Ты сделал ее женщиной. Вы знаете, что такое быть инвалидом, сеньора Хадо? Мне кажется, вы должны себе представить. Хотя вы не прикованы к инвалидному креслу, но ваш паралич хуже, потому что вы слепы. Вы не видите дальше этих четырех стен. Вы живете в аду, в мрачном подземелье, полном ненависти и вранья. О чем ты говоришь? Я говорю о том, что ваша дочь – это сорняк, который всем мешает и от которого нужно избавиться. Не могу поверить, что ты можешь так говорить. Я очнулся, сеньора Хадо. Я наконец-то увидел свет, увидел жизнь. Я выбрался из этого ада. Диаманты! Диаманты! Он такой же, как Пио. Такое же чудовище. Ты сошел с ума? Нет, нет, минутку. Я же сказал, что ты здесь не останешься. Я не шучу, мы уезжаем. Дорогой, пойми, я не могу оставить Силью одну. Она не сможет управляться. Тогда закрой бутик, дай ей выходной. Неужели ты не видишь? Я не хочу с тобой расставаться. Мне нужна вечность, чтобы подарить тебе всю свою любовь. Ты правда меня любишь? Ты сомневаешься? И ты простишь мне мою прежнюю ненависть? Послушай, я же просил, никогда больше не говори мне об этом. Я только хочу целовать тебя. Целовать, целовать. Целовать, целовать. Вот как ты добиваешься справедливости, Лансароте. Я отдалась ему. Он был первым мужчиной в моей жизни. Я уверена, что больше никогда не полюблю мужчину так, как любила Хосе Мигеле. Мне пришлось от него отказаться. Я не стала его женой. Что случилось? Сири не стала нам ничего объяснять. Она позвонила и сообщила, что ты у нее дома, но больше ничего не сказала. Она взялась на склятву, что мы не пойдем к вам и сказала, что у тебя все хорошо. Она просила, чтобы никто не приходил. Из-за чего все это? Почему? Из-за фотографий. Я сделала фотографии, которые американец потом поместил в одном ужасном календаре. Крестная. Я пошла на это, чтобы Бабелонию не посадили в тюрьму. Клянусь вам. Но что это за фотографии? Это ужасные фотографии. Мне стыдно даже говорить о них. Робекка принесла я эти снимки в церковь. Поэтому я и убежала. Она мне угрожала. Сказала, что если я не уйду, она покажет эти ужасные фотографии Хосе Мигеле всем гостям. Я представила, как он увидит меня обнаженную, а потом рядом в белом платье. Нет, я не могла поступить так с Хосе Мигелем. Я не имела права сделать его несчастным. Не могла. Крестная. Робекка была невестой Хосе Мигеле? Да. И теперь она с ним. Она отняла его у меня. Из уважения к МНСР я предпочитаю не говорить о ловизне. Она уже устроила свою жизнь с моим братом. Сынок, ну как я буду смотреть ловизне в глаза и молчать? Подумай о короне, мама. Подумай, что он ходит, что ловизна его надежды, она его радость. Ты не можешь лишить его счастья. Идем, Ориноко. Ты слишком рискуешь. Возвращайся домой, мама. Считай, что ничего не случилось. Что вы будете делать? Мы будем бороться с Пио Элисом. Мы докажем, что он убийца. Сынок, этот человек очень опасен. Я знаю. Но на этот раз мы будем осторожнее. Мы будем умнее. Ориноко. Береги себя. Береги себя, дорогой. Да хранит тебя Господь. Ты должна мне помочь, мама. Обещаю тебе, мы заново отстроим наш сгоревший дом. Я клянусь, что король металла заплатит тюрьмой за боль каждой своей. И жертвуя. Я клянусь, что я могу. Я клянусь, что я могу. Пожалуйста, береги его. Да. Открой дверь, Диаманта, открой. Что мне делать, Господи? Что мне делать? Открывай, если не хочешь, чтобы я ее вышиб. Как ты могла, Диаманта? Как ты посмела? Я тебя открою, Иисус. Ну, пожалуйста, не кричи. Дядя может нас услышать, и тогда нам обоим будет плохо. Ты бессовестный, Диаманта. Можешь говорить все, что хочешь, Иисус. Только, пожалуйста, успокойся. Давай вести себя как цивилизованные люди. Хорошо. Я тебе покажу, Ваше правильноеяние. Ты уверен, что это здесь? Да, солидат, это здесь. Это приёмная моего бывшего начальника. Тогда иди, иди, Луис. Не бойся. Ты знаешь правду, и от неё зависит твоя жизнь. А если они не станут меня слушать? Меня выгнали, меня списали на берег. Да ещё как. Меня разжаловали. Им придётся тебя выслушать. Твоё начальство должно знать, что не ты привёл к себе в комнату этого парня. Луис, это ты? Да, это он. Привет. Привет, как ты? Хорошо. И не это мне нужно поговорить с судьёй Ордонета. Для меня это жизненно важно. Пожалуйста. Что? Ты сказал правду Луису? Ты представляешь, что это значит? Да. Пусть справедливость восторжествует. Да, она восторжествует только за наш счёт. Луис совершенно сломлен. Он начал пить. Мы не можем молчать ради своей выгоды Фонсека. Послушай, нас же разжалуют. Лучше так, чем всю жизнь мучиться угрызениями совести. Луис был нашим другом. Это мы привели к нему в комнату Гомика. И не сознались, когда дело дошло до начальства. Послушай, как же так? А кто всё это время оплачивал лечение этого дегенерата? Это человек. Человек, который потерял рассудок на всю оставшуюся жизнь. Да, из-за того, что его избил Луис. Это мы виноваты. Мы устроили эту дурацкую шутку, а потом ушли от ответственности. Мне очень жаль, но я не собираюсь ничего делать ради Луиса. Если он сломал себе жизнь, это его проблемы, а не мои. Мне жизнь никто не сломает. Ни ты, ни он, ни остальные. Ты знала, что я невиновен, Эльхандро. Что мне не нужно ни от кого прятаться. Ты всё подстроила, чтобы держать меня возле себя. Это неправда. Нет, правда. Вы знали об этом до того, как Лансарота посадили в тюрьму. Ты врёшь. Нет, я не вру, Эльхандро. Мою сестру убил Монтеку, один из прислужников Эриса. А ты это знала, Лой. Ты договорился с этой сеньорой скрыть от меня правду и убедить меня в том, что Лансарота убил Бабилонию. Минутку, Сирия. Не вмешивай меня в это дело. Это проблема Эльхандро и её любовника. Я не был её любовником. Вот как ты мне платишь за всё, что я для тебя сделала. А твоя карьера, деньги, твоя жизнь... Ничего, абсолютно ничего не построишь на лжи, Эльхандро. Тебя это тоже касается. Ты мне за это заплатишь, Турчанка. А ты на коленях будешь просить у меня прощения. Подожди, Эльхандро. Минутку. Тебя ещё никто не отпускал. Осторожней со мной. Осторожней, надо же. Ты знаешь, что такое сидеть в тюрьме? Ты знаешь, чего мне стоило расплачиваться за преступление, которое я не совершал? Я не имею к этому отношения. Ты знал. Лансаро, ты держи себя в руках. Ты знал, что я не виновен. Лансаро, это хватит. Ты всегда знал. Но ты ничего не сказал. Пусти меня. Пусти меня. Убирайся, мерзавица. Ты мне ещё заплатишь. Убирайся, Илья, за себя не отвечай. Убирайся отсюда. Пожалуйста, успокойся. Я кричу, кричу, потому что мне так хочется. Потому что ты хочешь разрушить моё счастье, сломать мне жизнь. Не смей меня упрекать, Иисус. Я только защищаю свои интересы. Я хочу самого лучшего для своего будущего ребёнка. Ребёнок. Ребёнок. Ты манипулируешь им с тех пор, как узнала о своей беременности. Ты даже Ренок убедила в том, что это его ребёнок. Но тебе я всегда говорила правду. Тебя пугает мой брак с Лавизной, правда? Конечно, ты хочешь получить состояние, которое Дон Пио у неё украл, Диамонты. Ты думаешь, что я тоже преследую эту цель, правда? Он всё запишет на твоё имя, Иисус. И Лавизна не получит то, что по праву принадлежит мне. Я это заработала. Мне с детства приходилось терпеть дурной характер дяди. Как только я выучилась, я работаю на комбинате. Только я и мой сын имеем право на это наследство. Я запросто откажусь от этого наследства. Только оставь меня. Не вмешивайся в мою жизнь. Оставь меня в покое. Потому что я не отвечаю за последствия, если ты попробуешь развести нас. Пусти меня. В конце концов, это твой сын. Я никого не обманываю. Ты отец ребёнка. Никто никогда этого не изменит. Никто. Ты хочешь отомстить мне, правда, Дима? Ты хочешь сломать мне жизнь? Вот для чего тебе этот ребёнок. Я никогда тебя не прощу. Никогда. Я не знаю как, но ты мне ещё за это заплатишь. Лавизна, самая дорогая для меня женщина. А по твоей вине она меня бросила. Что ты говоришь, Хисос? Невес, ты должна мне помочь. Сеньора Хаде, что с вами? Что случилось? Ты должна поговорить с сыном. Попроси его помочь Диаманте. Хорошо, только, пожалуйста, успокойтесь и объясните мне, что тут произошло. Он поднялся в комнату к Диаманте. Я слышала крики. По-моему, он очень нервничает. Но почему? Диаманта рассказала правду о своей беременности Лавизни. Что? Я знаю, это подлость со стороны Диаманта, но она не придумала ничего другого, чтобы защитить свои права. По-моему, это несправедливо. Ваша дочь давно скрывает свою беременность. Зачем же она рассказала об этом сейчас? Сначала надо было поговорить с Карани. Я знаю, Невис, но дело-то сделано. Мой сын только что женился на Лавизни. Какой же эгоизм с ее стороны. Согласна, ты права, но сейчас самое главное, чтобы Пио не узнал правды. Я не знаю, как он отреагирует. Что вы от меня хотите? Поднимемся вместе, попробуем их образумить. Простите, сеньора, Но эту проблему должны решить Диаманты и Карани. Нам не следует вмешиваться в это дело. Не знаю, стоит ли нам разговаривать с Хосе Мигелем. Сальвахи все ему рассказала. Она втоптала себя в грязь. А ведь это неправда. Она немного успокоилась. Она сейчас в своей комнате. Бедная. Боже мой. Крестная, что будем делать? Не знаю, дочка. Мы так радовались этому браку. Мне трудно поверить, что все так закончилось. Мы обе ошиблись. Сальвахи не должна была разрешать американцу фотографировать себя. А мне не следовало не доверять Ореноку. Я не должна была позволять Диаманте разлучить нас. Мы потеряли так много времени. А могли бы быть счастливы. Дочка. Пожалуйста. Крестная. На ловизну подействовали слова Луиса о том, что Оренока жив. По-моему, она будет страдать еще больше. Не говори мне ничего. И не уговаривай меня, мам. Я добьюсь эксгумации останков Оренока. Я уже все решила. Этого не понадобится. Тебе не нужно скрывать могилу Оренока, потому что его там нет. Мне надо было убить тебя. Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не вмешивалась в жизнь ловизны Иисуса. Ты никогда меня не слушала. Это мои проблемы, Дон Пио. Пожалуйста, уйдите. Дайте мне самому разобраться. Эту грязную проститутку надо выгнать из дома. Убирайся. Дядя. Вон из моего дома. Дядя, нет. Пустите ее. Не трогайте ее. Отпусти меня, Иисус. Простите, Дон Пио. Простите, но Диаманты беременны. Я не могу позволить ни вам, ни другим на нее нападать. Это она на меня нападает. Она такая же, как ее мать. Оборванка. Вульгарная врунья. Это мои проблемы, Дон Пио. Так что, пожалуйста, уйдите. Оставьте нас вдвоем. Я должен с ней поговорить. Я заставлю эту женщину меня уважать. Ради тебя, Иисус, я ухожу. Но я вам напоминаю. Это мой дом. И помни, Иисус, когда-нибудь этот дом станет твоим. Я ухожу. Но я не могу обещать, что Диаманте не придется заплатить за все, что она сделала. Спасибо. Не дотрагивайся до меня. Не прикасайся ко мне. Я вступился за тебя так же, как вступился бы за любую другую женщину. Но это твой ребенок. Мой ребенок. Ты обманщица, Диаманте. Ты обманщица. Вот кто ты такая. Я не знаю, чей ты ребенок, но предупреждаю. Не смей вредить Лавизне. Не смей вмешиваться в мои дела, и тем более в мою личную жизнь. Я только хотела тебе помочь. Ты неблагодарный. А эта оборванка Лавизне оставит тебя на улице. Эта оборванка, как ты ее называешь, намного порядочнее и достойнее тебя. И не смей ее тронуть. Послушай меня внимательно. Даже этот ребенок, про которого ты говоришь, что он мой, не разлучит меня с ним. Я никогда ее не оставлю. Ясно? Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, что ты меня поймешь. Мне нужно ненадолго остаться в городе. Я хочу, чтобы ты вернулась. Вот тебе деньги на билет. Аренок, ты не можешь так рисковать. Я приехала с тобой и уеду с тобой. Я хочу, чтобы ты уехала. Пожалуйста, пойми меня. Я должен остаться. Нет, Аренок, ты хочешь пойти... Мне нужно решить одно дело, Манессер. Пожалуйста, пойми меня. Держи. Я не хочу, чтобы тебя убили. Не хочу, чтобы ты подорогал себе опасности. Я должен это сделать. Хорошо. Только береги себя. Жду тебя дома. Не беспокойся, ладно? Будь осторожной. Я прекрасно знаю, куда ты пойдешь. Встретишься с ловизной. Уверена в этом. Если там останки Аренока, я это почувствую. И неважно, если он будет неузнаваем. Сердце мне подскажет. Человека, которого ты любишь, нет в этой могиле. Почему ты так говоришь, мама? Я поняла, ловизна крестная не хочет, чтобы ты испытала новое потрясение. Скрыть могилу Аренока после того, как прошло столько времени, это безумие. И кроме того, ты ждешь ребенка. Но это ради него, ради моего ребенка. Я должна набраться мужества и действовать по зову сердца. Так, как сказала мне индианка, которая приходила в Сапуаро в день свадьбы с Иисусом. Эта индианка знала правду. Что? Какую правду, мама? Индианка, которая говорила с тобой в тот день, дочь человека, заменившего Аренока на посту начальника цеха, она знает, что это не несчастный случай. Взрыв – дело рук пива. Это покушение на Аренока. Убить столько людей? За что? Ему надо было избавиться от Аренока, чтобы ты вышла замуж за Иисуса. Какой ужас, крестный. Сынок, нам надо поговорить. Не сейчас, мама. Всего несколько минут, пожалуйста. Мама. Ты не представляешь, что со мной происходит. Мама Диаманта говорила с ловизной. Она сказала, что ждет от меня ребенка, и теперь ловизна не желает меня видеть, мама. Она не хочет ничего слушать. Успокойся, сынок. Я все знаю. Синьора Хаде мне рассказала, что ты будешь делать. Ведь это твой ребенок. Я не знаю, мама, не знаю. Но меня не интересует эта женщина. Я ее не люблю. Я люблю только ловизну. Я не могу ее потерять. Я видела Аренока. Я рад, что он к тебе приходил, мама. Да. А что будет с ловизной? Она должна узнать правду. Я знаю, мама. С ловизной я сам разберусь. Я должна что-то придумать. Иисус не может меня бросить. Он должен признать ребенка, которого я ношу под сердцем. Говори, что хочешь. Делай, что хочешь. Но я разлучу тебя словизной. Дядя. Вставай. Одевайся. Зачем? Я хочу, чтобы ты поехала со мной. Мы немного прогуляемся. Судья Орданетте, я очень благодарен, что вы меня приняли. Я внимательно прочитал твою записку. Ты поступил правильно. Несмотря на этот случай, ты всегда был образцовым курсантом. Тогда почему вы его разжаловали? Солидат, пожалуйста. Почему не разобрались, а выгнали его сразу? Синьорита, или вы помолчите, или уходите. Нет, извините. Простите, синьор судья. Я пришел... Луис, я знаю, ты просишь пересмотреть твое дело. У тебя есть доказательства? Есть свидетель, который выступит в твою пользу. Извините. Пожалуйста. С вашего позволения, синьор судья. Я хочу рассказать правду по делу Луисса. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то случилось? Где ты, любимая? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Что случилось, мама? Что за тайны? Иисус, хорошо, что ты пришел. Я как раз говорила с ловизной об Ореноке. Значит, она знает? О чем? Что вы хотите сказать? Ловизна. Ореноко жив. Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok